тут меня начинает трясти итак пока девушки Ольга с Натальей передо мной извиняться не собираются я знаю что никогда не извиняться вот это понятно я им говорю если они увидят и говорю тем кому они мозги так запудрили так запудрили что вот эту я еще раз говорю вот такие фотографии можно было для провокации посылать я первый попавший взял написал слово ржавчина и все вот это интернете первый попавший там они все такие вот и и ответ был бы так на любом сайте и начинается опрыскивание 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 они не знают самое главное я еще с этой стороны подойду почему потому что извините конкретно человек написал у меня груши покрыты ржавчиной с чего он взял с ржавчиной я тогда взял пошел в википедию что там написано вот коричневое пятое на листьях груши могут указывать на различные болезни вот это первая страшная ошибка из-за которой вся страна но весь мир занимается дурью потому что начинает раз болезнь лечить понимаете я бы хотел найти человека вот ну пусть те же наталья сольга вот дать им такое дерево провести эксперимент они такие умные у них шикарное образование дать им все яды какие есть все фунгициды все и сейчас пусть самых простейших там какие-то бедных купорос там эти все что угодно бордоска и до самых современных и пусть она вылечит это дерево не вылечит и не болезнь это болеет дерево болеют ветки болеют листья и вот когда появляется вот она мертвесина вот она и толдычить буду умирая буду говорить вот нету таких грибных болезней не существует вот смотрите когда это не вот это вот чернота да это это на листьях появились черные пятна это мертвесина все сюда уже не поступает сок они начинают отмирать и тогда появляются грибы и чтобы вы не делали вот это вот появляется вперед грибов вот это чернота чтобы вы не делали не вылечите ни одного из миллионов из миллиардов если брать всю землю где потому что во всем мире это творится единственное отпугнете лишний раз этих насекомых может вот это может быть отпугнете насекомых и так википедия утверждает что различные болезни это черный рак да грибное заболевание парша грибой тут и я уже на это самое не заболевание а диагноз последствия черный рак парша красиво называют черный рак рак вот тетоспороз подкожная пятнистость плодовая гниль другие заболевания видите здесь даже забыли перечислить эти на эту же ржавчину из этой ржавчины кто из вас это мне ну короче у меня ржавчина у меня этот самый еще отсюда вас с этого ватсапа не могу я даже чтобы кто-то мне научил а то раньше было тут даже и тут одинаково показывает то есть я на экране видео на экране компьютера видел вот это а сейчас нет а там написано научите как бороться с грацией я сказал мы в бинаре вот вами научил давайте искать причину поехали 90 процентов случаев вот вы не знаете это я к тем же исаковой которые вот из этих двух этих опрыскиваете фунгицидами другого ничего не знаю ну спроси то у человека то историю это вот я вам спрашиваю например это я обращаюсь тому кто прожавчину а здесь нет выйти другие заболевания сюда попадает и так а если вы не знаете историю дерева если коротко крона целая корни замечены а речь слова грушах груши культурные они же южные холодная россия заболевают сразу давайте есть специальная технологии техники по определению морозильной камеры там выбирают ошибки и вот они минус 28 минус 29 минус 30 повезет если минус 33 и уж самые-самые такие мягко скажем не вкусно будет написано 35 ну естественно баллы там будут уже не 5 а 3-4 с половиной а эти морозильные больше а там уже 4 а там уже 3,8 вам уже если захотите она вас растет а кушать не хочется видите как культурные груши заболевает сразу вот сразу только потому что переехали на тысячи километров есть специальная технология уже лиза ну вы они уже знаете но попутно вот это вот знакомьтесь тимофея видите николаевич вот вот сразу с которым еще раз вот она красавица смотрим дальше вот прежде чем она уедет на другой сад причем жало практически нет она становится вот так усенькой отрезана три четверти три четверти но теперь баланс существует и она просто будет ржется и сразу давать вот видите победе она сразу будет давать нормальная скелет попробуйте вот это посадить верхушки ряд мерзнут даже если они все покроются листиками но эти листики сразу вам говорю вот такие будут силы которые как там тебе звали я забыл сейчас память идет медведево наталья так вот я вам хочу сказать удар медведеву ставлю вас в известность вот те которые несет чушь вырастил 30 тысяч саженцев несколько тысяч взрослых деревьев вы понимаете это не случайно вы со мной не можете текаться потому что мы не выросли вы можете 30 тысяч этих травинах как грибина вырастили чтобы отобрать лучше вот но здесь вы это поэтому я вас прошу уже не вас а остальных всех вас друзья поверьте мне на слово вот это вылечить невозможно вот с этого вот с этого если садить даже в горшке есть соотношение оно должно выкормить вот примерно вот столько дальше не нет и тогда листья все а вы помните мой сад а вы помните мои фильмы я ходил от яблони груши от груши абрикосов особенно абрикосы ни одного пятнышка я не права так говорить нет за этим вот она технологии вот тут сад номер три я его садил когда прикупил эти гектарные сотки я его садил с готовы саженцами я когда вас нуля готовы саженцы ни парши не синтоспорозом не подкорной педистости не полного гнир не ржавчин понимаете я хочу просто поймите я почему где-то повторился но фотографии другие подбирают специально вот я просто хочу чтобы вы мне поверили и чтобы таких садов было как можно больше ведь если я не сучу тогда вот это дерево она и так видите а не отрезала она так было еще два раза выше два с половиной а посмотрите сколько их хватило жизненных сил это саженец абрикос мне подарил мой друг справедливо называть не буду вы его знаете стоит на рынке первое число июня на улице жара он еще пытается продать и так было на концерт возьми не выбрасывай же вот так вот это и надо знать я железа вошибся я здесь отрезал а где-то он был отрезал вот здесь но зато вот это гарантированно было бы нормальный саженец почему в общем понятно еще один момент я тут искал а заискался но не успел значит феи в кавычках из этого из телеканала бобер вот она ходит вокруг дерева там сотни веток торчит вот кончики веток да а на них на всех плодушки а она этого не знает а она правда уже зеленая понимаете ну еще как сказать она время то выбрала ну для нее не самое удачное почему потому что как это глупо было отрезать ветки с будущим урожаем тик-тик-тик а там таких веток сотни а она еще не знаю что загущает так-то бы нормально от плодоносила все а у меня каждая ветка она же в среднем дает я могу представить вам сотни фотографий я готовлю с десятком книг вот каждая ветка в среднем дает 3 3 дает 9 поняли и что она делает она даже не знает что творит зачем вот это отрезать урожай ну мы это проходили я показал вам вспомним яблони груши все цветения на кончиках веток больше нигде только на кончиках веток они про это даже не знают а ведь это были заметься сорта вроде мелкой и это сам и сморога вот это может это вот а дело в том что вот эти девчонок она не садовод а она обманула когда книги написал свой с большим опытом это чисто обман и дальше та же это колесе деревья теперь смотрите еще продолжаю почему груши начинают болеть понятия посадки на холм почти нет они начинают сопривать на уровне земли сразу если там сыра есть еще и углубление вот это чашеобразная очень если заглублена корневая шейка если конкретная груша у нее в геноме сухая родина об этом не знает никто даже доктора наук тот самый который вот помните в яму вот такую посадил причем садил яблони но там было написано посадка яблони и груш вот в эту в двадцатом году вот а у груш сухая родина ну мы это еще будем проходить и вот тогда я взял ну я выбрал вот этот момент вот заглубление семян исключено в данном случае не важно абрикос и груша самое болезненное самое самое болезненное на сопривание основания штампа нельзя глубоко закапывать нельзя фактически должно быть на поверхности символическая закопка то вот тогда вот этого вот того не будет ни этого ни цитоспороза ни парши ничего не будет а у них у всех потому что это обязательно заглубят понятие сделать отметку где корневая шейка такого тоже понятия нет ни в одной книге не прочитал мне еще знаете я тут сейчас покажу наверное ну как бы мне показать чтобы ну вот смотрите автора убрал автор один из самых садоводов в россии таких уникальных выдающийся все понимает но не понял он что это груша относится особо как у меня написано его геном рождался в сухих местах вот это он не понял поэтому ниже я покажу его схемы вот так бывает выдающийся да жизнь положил а главного не понял ну так бывает это я не виноват поймите но фамилии не назвал а это откуда вы думаете правильно только только любое в яндексе набираешь вот пожалуйста вот заметьте вот видите вон бордюр где вот он вот посадили наверное сверст вот я и пишу нам показывают только листья которые заболели а больного дерева мы не знаем листья просто так не болеют и просто так ни один гриб ни одного это который микроскопом под сильным можно увидеть эти клетки понимаете а получается так что считается что грибы напали на здоровое дерево и он стал опален вот понимаете как я не знаю я мне еще столько я 20 лет толдычу 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 вот мой постулат под диагнозом ржавчина подразумевается десяток якобы грибных болезней якобы а таких болезней вроде не существует омертвление веток штаммов листья помните это чуть ли не лекция как мне говорили вы нам лекцию читайте рассказа вот нам лекция омертвление веток штаммов листья причины выше и только потом трудяги грибы низко им кланяются грибы лишайники имхи все зависит от степени поражения дерева начинают свою очистительную работу и бороться с этим с помощью ядов это отравление самих садоводов отравление почвы отравление еще возможных плодов деньги и труд на ветер человек человек как правило покупает хоть на обочине хоть интернет в магазине дерево сразу больное сразу листья и пошел ухаживать а эти только руки мало того что они продают санкции они продают всю эту отраву продают эту побелку все все там то есть вот вам больное дерево начинается с ним работать